дорогие друзья решил прогуляться сегодня такой сегодня прекрасный морозный денек я просто обожаю такие дни минус 10 ветра нет солнышко сейчас дело уже идет к закату вот такой вот прекрасный столочек кое-где уже подрастая водичка кое-где лед вот я пойду на беседочку он там посижу пришел друзья на беседочку не планировала сюда зайти думал пройдусь прогуляюсь подышу свежим воздухом но такая погода она меня просто заманила знал бы я бы взял бы с собой термос небольшой чая и можно здесь сидеть вот и смотреть значит на вот эту картину не попивая чайок не сильный ветер размышлять думать можно я летом здесь брал ребята книжку я люблю чтоб никого не было рядом были такие книжки не было никого я один был брал книжку читал солнышко лебеди цапли такая была благодать божья ничего не могу сказать просто благодать я такой заряд энергии получал вот а сейчас вот это самое если постоит такой мороз еще несколько дней хотя бы 5 то можно будет выходить на зимнюю нам прислали зимнюю удочку там со всеми этими комплектующими на зимней рыбалке никогда ребят не был тесть у меня батя заядлый рыбак но он после инсульта я не знаю как ну надо будет летом мы ходили а зимой то как бы немножко я больше волнуюсь но посмотрим тоже рвется очень сильно на рыбалочку на зимнюю я думаю с божьей помощью все получится сходим обязательно вам будем снимать зимнюю рыбалку сейчас пойду на следующую беседку вон она солнышко так пригревает вот кстати ребят мусор все бросают вот именно на этой стороне в мусор вот в эту вот в этот мусорник баклажки и все остальное там возле беседки тоже есть мусорник вон он так что возле них вот всегда вот в уважении к людям которые после себя не оставляют ничего вот выкидывают все такие вот такая красота ребят скоро будет закат солнышко постепенно заходит петушки кукарекают просто благодать я там ребят гуманитарку снял сейчас я расскажу это дали родителям ну там как больше кому 60 или 65 дают иногда у такую гуманитарную помощь это не каждый месяц но низкий поклон им и также как отец тесть после инсульта вот ему тоже вот как бы положено очень приятно и большая благодарность людям вот за такие гуманитарные всякие гостиницы просто когда это видишь открываешь и просто сердце кровью обливается но из-за того что как бы ты в такой ситуации находишься как бы она у меня было все ребята и работа и и жилье и но все 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 что нужно для счастья все все у нас было прекрасно я просто силком ну через перешагнул через себя принял такое тяжелое мы приняли решение просто оставили все блин собрали там это дежурный чемоданчик понимаете и уехали на месяц на 2 но так как там у нас такие серьезные боевые действия вот у мы уже десятый месяц находимся в селе на родине родители понимаете это просто безумие какое-то я я не жалуюсь я просто это крик души поэтому когда я вижу там всякие гуманитарные тормозки вот эти слова беженцы переселенцы не приведи господь тот кто является таким тот меня поймет я уже второй раз беженец переселенец так сказать сначала с донецка а теперь вот с другого города тоже с донбасса в общем всем беженцам переселенцами эти слова не очень уважаю но мы такие таковыми являемся я я желаю терпения силы духа ни в коем случае не опускать руки мы все вместе кому надо какая-то вот ну кому-то выговориться или еще что то как-то может психологически поддержать друг друга пишите я дам вам свой номер телефона будем через вайбер переписываться или через ватсап я везде во всех социальных сетях есть то есть мало ли я знаю сам по себе что иногда так так бывает тяжело на душе что ну просто еле сдерживаешь себя но несмотря ни на что надо держаться ребят и не опускать руки ни в коем случае мы 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 не одни и таких очень много я знаю что есть очень много людей которым еще намного хуже чем почему нам я это прекрасно понимаю ребят тут к нам приезжают такие люди которые решились просто всего просто некуда возвращаться нету ничего просто приехали даже не взяли с собой документы все сгорело за стали без ничего мы таким людям тоже помогаем и такой такое удовольствие в душе что ты можешь помочь ты можешь кому-то помочь и это это классно и так и должно быть вот поэтому держитесь держимся всем здоровья спасибо всем за теплые слова еще раз вам говорю животные действительно отвлекают и как бы умиротворяют и можно отвлечься и и заботой любовь отдаешь им перед этим умея аквариумист у меня было очень много аквариумов я все это оставил у меня было очень много аквариумов ребят я занимался креветками черри и разными сортами креветок также рыбки у меня там были на в основном мирных рыбок любил анцитрусов разводил и и так далее и так далее то есть для меня это было увлечение хобби и просто я души в души в этом не чаял но все это я оставил поэтому тут для меня впервые в селе поэтому для меня многое в диковинку не обессудьте если что-то может говорю не так для тех кто действительно разбирается во многих вещах в селе но делюсь с вами всем это самое в общем спасибо за внимание спасибо что досмотрели смотрите вот всем мира долгожданного долгожданного мира чтоб наконец-то наступил мир чтоб все вернулись домой чтоб чтоб все было хорошо ребята искренне желаю всем у кого беда у кого такая вот ситуация я просто я и вместе с вами его я вас всех обнимаю я вам всем жму руки и желаю только одного терпения и обязательно здоровья здоровья и здоровья берегите свои нервы берегите свое здоровье рано или поздно после темной ночи наступает рассвет и обязательно после тучек выходит солнышко ребят обязательно нам надо только дождаться и все будет обязательно у нас будет а будет еще лучше искренне ваш рома